Итак, уважаемые подписчики нашего музыкального канала, продолжается работа по приведению немецкого инструмента, по переводе немецкого инструмента на русский лад. Здесь знаменитая марка Хонер, бывший, что называется, инструмент, бывшая гармонь, но она уже здесь, правая сторона уже здесь вся русского типа, да, вот, и теперь я добрался уже до левой стороны, до левой стороны добрался, то есть правую сейчас я временно отстраню, отсоединю. От рабочего места и взор обратится к левой стороне. Значит, что здесь удалось сделать? Удалось, что называется, есть такое слово, засунуть, ну вот русское слово засунуть. Удалось засунуть, значит, вот эту всю немецкую, а точнее всю эту русскую плату, вот эта русская плата, да, с будущими здесь голосами, что по-русски здесь все будет, да. И уже по-русски здесь идут кнопки, вот, ну и механика уже вся уже по-русски здесь поместилась, зашла. На ночь я оставил на хороший клей, вот здесь по рунту везде, 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 везде. Пришлось приклеить, причем два раза, с высыханием клея, с засыханием, чтобы ни единой щелки не было. Вот. Так что левая сторона уже начала функционировать, все кнопки ходят, все, что называется, толкатели ходят. Ну, безусловно, еще должна быть доработка, доводка, настройка, постройка и так далее. Но, что теперь по плану, по плану идет? По плану идет теперь установка вот этого большого басового всего звукоряда, да. И, безусловно, вот эта голосовая будет часть здесь стоять. Вот. То есть вот эти два резонаторы здесь будут скоро стоять. Ну, скоро-то скоро. Здесь очень важно, чтобы вот эти, с позволения сказать, резонаторы, когда ты их установишь, да, чтобы они не били друг от друга, то есть правая сторона, вот, когда она будет, левая в данном случае, стоять, да, чтобы вот этими концами, окончаниями, она не била о резонаторы правой стороны. То есть, допустим, когда вот здесь будет встречаться правая сторона, то часто бывает, что бьются друг от друга при режиме меха резонаторы. Стук такой, что не приведи, Господи. Вот. Поэтому придется здесь после установки и примерки шлифовать, шлифовать, шлифовать. Тут 2-3 миллиметра приходится снимать, 5 миллиметров на шлифовальном станке, чтобы устранить вот это биение. Это первый подводный камень, который ждет после установки, да, и присоединения левой стороны. И второй подводный камень будет такой, что при режиме меха, сейчас я вот красным покажу здесь, эту область. Вот она область, вот эта, вот она область. Когда гармонист будет сжимать мех, то вот эта область, она может встречаться с внутренним, еще раз скажу, внутренним, с внутренней поверхностью меха. И будет тереться о мех, вот это очень часто так бывает. Потому что эти резонаторы, они не совсем подходят к немецкой гармонии. У немецкой гармонии, как все знают, очень скромные басовые резонаторы и басы более скромные. То есть бас у русской гармонии всегда, что называется, сочнее, чем у немецкой. И он ниже по тону, вот. Вот, и так далее. Поэтому вот такая работа предстоит. Соединение теперь и подсоединение левой стороны всей к общему корпусу немецкой гармонии, который, я надеюсь, скоро зазвучит на русский лад. Здесь работают, дорогие друзья, музыкант Сергей Зомбровский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...